МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу несколько бытовых взрывов унесли из жизни двух человек. Все подробности трагедии у Сергея Соголова. Неровное полотно, разбитая подвеска. Почему жители Вахмистрова устали ездить по безопасным и качественным дорогам? Спросила Ольга Арсенукаева. Как защитить себя от интернет-мошенников и какие данные банковской карты нельзя передавать? В сюжете с Аюной Бухаевой. Итак, начнем с главного. Два бытовых взрыва прогремели в Улан-Удэ вечером 16 января. В обоих случаях погибли люди. С места происшествия репортаж Сергея Соголова. Первый хлопок прогремел в седьмом часу вечера на улице Шевченко на Аршане. От взрывной волны вынесло стекла, треснула стена и снесло полисадник. В доме обнаружили тело 44-летней женщины. Несмотря на взрыв, пожара не было. От огня здание не пострадало. До сих пор на месте работают следователи и эксперты. По предварительным данным, женщина проживала в одноэтажном частном деревянном доме, одна злоупотребляла спиртными напитками. В ходе осмотра места происшествия следователи исследовали кирпичную печь с встроенным в нее отопительным водяным котлом, которые подверглись значительному разрушению. Не исключено, что взрыв в жилище был вызван именно аварийной работой котла в результате замерзания последующего значительного нагрева или по иным причинам. Также проверяются все другие версии. Среди них и криминальная, но родственники ее исключают. Да ну, как-то враги. Ну, я думаю, криминала тут нет. Они ничем не занимались, ни бизнесом. Известно, что у погибшей остались двое детей. Сейчас они находятся с отцом. Другая трагедия произошла почти в то же время в Солдатском. На улице Панфилова прогремел еще один взрыв. На место пожара были немедленно выдвинуты пожарные расчеты. Пожарными было эвакуировано два газовых баллона. К сожалению, было обнаружено тело мужчины. В результате пожар скончался. В настоящий момент дознаватели устанавливают обстоятельства и условия случившегося. Погибшим оказался хозяин квартиры 66-летний пенсионер. У нас печное отопление. Он просто газ привез. Скорее всего, то ли включил, уснул, то ли пытался подключить, то ли проверял. Неизвестно, что там у него получилось. Большая территория-то выгорела? Ну, полностью. Его часть, да? Его половина полностью. Пожарные среагировали оперативно. Огнеборцам удалось спасти соседние квартиры. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием. С начала года зафиксировано 129 пожаров. Это в два раза больше, чем в прошлом. В них погибли пять человек. Сергей Соголов, Батр Халматов, телекомпания «Аригус». Более 70 километров дорог отремонтируют в этом году в рамках городской агломерации. Работы проведут в четырех пригородных районах. Ну, а там, где новое полотно уже положили, опять звучат недовольные голоса. Жители Вахместрова обратились жалобой в Минстрой республики. По их мнению, дорога небезопасна для автомобилей. Все подробности у Ольги Арсенукаевой. Характерные звуки, как сопровождение шумовых полосов поселка Вахместрова, появились полгода назад. Их прямое предназначение – снижение аварийности на дороге. На скорости проехать по ним рискнет не каждый. Я предлагаю посчитать, какое количество искусственных неровностей лежит на одном километре дороги. Один, два, три. Ну, я считаю, что тоже неправильно, что их, конечно, сделали. Но, с одной стороны, хорошо, что перед пешеходом. Ну, а с другой – машину, да, разбивает. Слишком много, мне кажется, их поставили. Две штуки достаточно было бы. У них были как лежачие полистейские, эти чуть поменьше. Удары сильные на машине чувствуются. Через большие переезжаешь, такого нет. Мы не слышали, чтобы здесь была сильная такая опасность для пешеходов. Можно было, например, может, камеры поставить наоборот. Ограничения по скорости было бы. Девять, десять, одиннадцать. Единственные, кто остаётся в плюсе – это местные автомеханики. Работы тут – непочатый край. К вам много приезжает с ремонтом? Да, много. Именно по подвеске. Сейчас зима же, получается, и всё, подвеска замерзает. И, получается, когда припарит, то всё масло уже не сыпшее, и всё это разбивает. Автомобилисты не раз жаловались дорожникам, но получили отписку. Проект возведён по всем ГОСТам. Примерно такой же ответ пришёл и в госавтоинспекцию. В своё время у сотрудников ГИБДД тоже возникали вопросы по стандартам дорожного оснащения. Между тем, юристы нашли несостыковки. Искусственные неровности должны устанавливаться с учётом аварийности, с учётом массового скопления людей. Здесь у нас тоже, ну, как даже сейчас, мы не наблюдаем такого массового количества людей, которые переходили в эту дорогу. ГОСТ регламентирует установку искусственных неровностей в местах, где есть искусственное освещение. Здесь же у нас как такового искусственного освещения нет. Свои претензии жители могут оформить коллективно. Для этого нужно провести сход, не обойтись и без экспертов. Можно экспертным путём доказать, что данный участок дороги не соответствует определённому ГОСТу. Если имеется исключение эксперта, то можно обращаться уже к собственнику данного участка. Если собственники проигнорируют и это заключение, тогда прямая дорога в прокуратуру или суд. Впрочем, до этого может и не дойти. Уже в этом году шумовую зону обещают сделать потише. Мы планируем обновить шумовые полосы. Они, вот эти резиновые шумовые полосы, будут заменены на термопластиковые. Они меньше в размерах, то есть ниже высота и они с разрывом идут. Будет сделано освещение на протяжении всего участка и установлены недостающие участки тротуаров и перильного ограждения. На этом масштабный проект не сворачивают. Дороги планируют обновить в Волгинском, Прибайкальском, Заиграевском и Тарбогатайском районах. Ездить по правилам в скором времени обещают научить и их. Расходы россиян в прошлом году выросли в разы и сразу по нескольким пунктам. Таковы итоги исследования холдинга «Рамир». Выросла прежде всего доля тех, кто увеличил траты на одежду и обувь. В первую очередь это молодежь. В два раза больше россиян из ряда потратились на медицинские услуги, а также на отдых. Далее по списку тех, кто вложился в ремонт жилья и покупку новой мебели. А вот на технике сэкономили. Но не на смартфонах. Тут мы уж себе не отказываем. Порадовали себя почти вдвое больше человек по сравнению с 2017 годом. Ну и на этом все. Дорогие покупки остались на прежнем уровне. К примеру, меньше тех, кто купил автомобиль, зато больше тех, кто отремонтировал старый. И вообще, россияне признали, что перевыполнили свои планы по расходам. В начале 2018-го многие планировали экономить. Но, судя по данным исследования, что-то пошло не так. Новый год и, как обычно, новые планы. Каждый четвертый опрошенный постарается отказаться от крупных покупок. Большинство респондентов в 2019-м хотят сэкономить на отдыхе, медицинских услугах, покупке смартфонов и одежде. Ну а что у лануденцы? Собираются ли они затянуть пояса? Я думаю, да. А по-другому не выжить здесь? Да, на всем, начиная от еды до одежды. Да, планирую. На развлечениях. Сейчас все подорожало. И отдохнуть даже, съездить. Это очень дорого стало. А хотелось бы. Экономить. Ну, не знаю, на бензине, наверное. Потому что цены вообще невероятные. Зарплаты не хватает ни на что. Дорогая электроэнергия, дорогая недвижимость. И да, все это дорогое. Приходится экономить во всем. Не хочу экономить. На себе тем более. Цены растут. Зарплаты нет. На всем, наверное, кроме продуктов. Жизнь покажет. Не знаю даже. Понятия не имею. Еще не задумывались об этом. То есть пока хватает? Нормально. Жить можно. Ну, конечно, хотелось бы получше. Бензин опять дорожает. Значит, и продукты подорожают. Не только экономить, но и беречь от преступных посягательств. Например, от интернет-мошенников. Почти полмиллиона рублей перевели на счета обманщиков три жителя республики. Как защитить свои средства, в очередной раз напоминают сотрудники полиции и Саюна Бухаева. Вы позвонили в Центр технического обеспечения и обслуживание Банка спусков. Специалист Центр Сейдии. Не слушаю вас. Вот так под видом крупнейшего Банка России мошенники пытаются выманить деньги. Сначала отправляют сообщение о том, что карта заблокирована. И оставляют для связи неизвестный номер телефона. Для тех, кто решился позвонить, объясняют. Нужно проверить данные карты. Диктуйте. Но не все знают, какие цифры передавать нельзя. А зачем нужны цифры на обороте? Ну, я не знаю, зачем на обороте нужны. А это какие цифры? А вы знаете, что за цифры? Не знаю, на моих карточках на всех нет таких. С оборотной стороны трехначных. Вот эти вот нельзя. Почему? Потому что можно деньги снять легко. Три цифры на оборотной стороне карты – это защитный код. Он используется для платежей в интернете. Если держатель сообщил свои данные третьим лицам, то снять наличные они могут через электронный кошелек. Пенсионер Заиграевского района узнал о выигрыше. Сообщения отправили в соцсетях. Для получения денег попросили данные карты. После списали 6,5 тысяч рублей. В сводках МВД – это типичный случай. На удочку к мошенникам чаще всего попадаются пожилые люди. Отдают последние сбережения и даже берут кредит. Пенсионерка Прибайкальского района по совету интернет-знакомого зарегистрировалась на сайте букмекерской компании. Сделала ставки и выиграла. Далее по рекомендации все того же виртуального друга взяла кредит и внесла в систему 195 тысяч рублей. Потеряла все деньги, как и нового приятеля, который просто перестал выходить на связь. Все мошеннические схемы на настоящий момент направлены на получение реквизитов банковских карт. Основная часть мошенничества. Под различными предлогами. Также они параллельно могут указать, спрашивать все СМС, пароли, коды. В прошлом году от СМС и интернет-сообщений пострадали почти 100 жителей республики. Еще больше из-за непроверенных сайтов. Псевдо-интернет-магазины или копия сайтов реальных поставщиков – как ловушки для неопытных покупателей. Один из распространенных приемов интернет-обманщиков – это покупать их как можно быстрее. У нас только три дня грандиозной распродажи, 70% скидки с честь десятилетия компании. Если вы посмотрите дату создания сайта, не может быть таких вот горячих и очень вкусных предложений на сайте, который создан буквально две недели назад. Узнать срок создания сайта можно на специализированных веб-ресурсах. Нужно только ввести адрес. Но капканы в сети ждут и на официальных страницах. К примеру, на интернет-сервисах для объявлений. Под предлогом покупки вашего товара они тоже требуют реквизиты банковских карт. В Бурятино такие уловки попались 245 человек. Саина Бухаева, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Это программа «Восточный экспресс». Смотрите далее. Инвалид первой группы не может попасть в здание администрации города. Почему так выше разбирался дежурный по городу? Дерево нет, повреждения на машине есть. Почему город отказывается платить мужчине за упавшее на его автомобиль насаждение? Подробности в материале Кристины Сосниной. На что готовы горожане ради телефонной связи? Об этом их спросил наш звездный гость. Не снимай меня. Общественники взяли на контроль планы мэрии по застройке железнодорожного района. Чиновники ухитрились распорядиться землей, на которой стоит жилой дом, не признанный ни ветхим, ни аварийным. Вопросы к мэрии появились по домам на улице Гагарина. Жители двухэтажки решили оформить придомовую территорию в свою собственность, но получили отказ. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом номер 8 по улице Гагарина, предполагается для строительства поликлиники на 310 мест. В ходе рассмотрения обращения жителей выяснилось, что данный жилой дом попал в адресную муниципальную программу развития застроенных территорий в городе Улан-Удэ на 2014-2024 годы. Общественники уже потребовали объяснения от мэрии и сообщили, что намерены контролировать ход расселения и строительство поликлиники. Напомним, ранее по распоряжению городских властей под строительство тоже поликлиники передан участок земли по улице Гомсомольская, 10. Но вместо медицинского учреждения там появился многоэтажный жилой дом. Дорог на площади Советов стало меньше. У административных зданий вновь заработали шлагбаумы. Теперь официально это не проезд, а парковка. Но оградившись от народа, чиновники рискуют нарушить федеральный закон. Ведь сегодня путь закрыт для всех, в том числе и для маломобильных граждан. Подробнее об этом дежурный по городу. Сегодня к дежурному по городу обратился Алексей. Он инвалид первой группы и может придвигаться только на коляске. И он считает, что на главной площади города его права ущемляют. Вот мы подъехали к стоянке около правительства Буретии, администрации города Улан-Удэ. Недавно у меня возникла просто необходимость попасть в администрацию. Хотел записаться на прием, подъехал, постоял, постоял, постоял и уехал. Что с этой, что с той стороны можно стоять до бесконечности. В конце прошлого года правительство передало шлагбаумы городским чиновникам. И с 15 января здесь вместо проезжей части появилась парковка. Место отдали только для избранных со специальными брелоками. Исключение сделали для сотрудников спецслужб. Но, как всегда, перестарались. Возле здания мэрии парковка для инвалидов есть. Но Алексей сюда попасть не может, потому что шлагбаум не поднимается. Почему так происходит, непонятно. Центр города и абсолютно все парковки заняты, в том числе и для инвалидов. Ну, или тогда оставлять за километр-полтора здание администрации и потом идти сюда. Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны обеспечить ряд мероприятий для соблюдения закона по доступности. А они действуют диаметрально противоположно. На сегодня в республике около 80 тысяч людей с инвалидностью. За прошедший год потратили почти 20 миллионов, чтобы сделать доступнее более 80 объектов. Программу «Доступная среда» продлили до 2025 года. Но если на главной площади появляются такие преграды, о чем спрашивать частных предпринимателей? Я считаю, что это самое невидное просто было. Мы уже заметили какое-то желтое пятно, когда снимали уже на камеру. У нас команду сейчас сделали, мы уточнили. Если со знаком инвалиду, то беспрепятственно пропускать. На шлагбауме нет номера телефона, куда можно позвонить, чтобы вышли, открыли. Ну, я понял вас, я понял вас. Это уже доложили, будет сделано. Сотрудники охраны обещали исправить этот недостаток. И в ближайшее время этот номер телефона должен появиться на шлагбаумах с двух сторон. А если на вашем пути встретились преграды, которые вы не можете преодолеть в одиночку, звоните по номеру, указанному у вас на экране. Будем искать выход вместе. По городу сегодня дежурили. Сергей Смоленинов, Александр Намжилон, телекомпания «Регус». Не подъехать к крыльцу, не возвать к здравому смыслу. Другой автовладелец судится с мэрией из-за дерева, которое рухнуло на его машину. Его шансы в этом споре оценила Кристина Соснина. Август прошлого года. Упавшее дерево на Иволгинской вспоминает едва ли не каждый житель Левобережья. Крона перекрыла две полосы по направлению в город. Образовалась многокилометровая пробка. Я ехал и почувствовал удар. Я сначала думал, может, кто-то сзади врезался, остановился. Выхожу, спойлера нет, крыша замята. Обошлось без человеческих жертв, но не без пострадавших. Мужчина вызвал ГАИ, зафиксировал происшествие. Выяснилось, насаждение городское. Эксперты оценили ущерб почти в 300 тысяч рублей. Выплачивать такую сумму город отказался. Пострадавший обратился в суд. Мои доводы судья вообще никак не признавала. Ни один забор, ни одна крыша не улетела. На том же дереве были повреждения, грибы. А все говорят, что это здоровое дерево. Тополь, если бы здоровый, он просто так бы не упал. Как мне сказал представитель комитета, вы оказались не в том месте, не в то время. Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, суд исходит из того, что ответчикам представлены доказательства того, что упавшее дерево не было аварийным. Ответчикам была организована работа по осмотру и содержанию зеленых насаждений. Представленные материалы дела доказательства свидетельствуют о наличии в дату и время о причинении имуществу исца ущерба сильного ураганного ветра с дождем, повлекших повреждения зеленого дерева и его падения на автомобили исца. Согласно представленных доказательств, в 2017 году комитетом 25 мая 2017 года был произведен объезд мест общего пользования на предмет выявления сухостойных деревьев. Суд не смутило, что дерево упало почти через год после последней городской ревизии. А запрос гидромедцентра, который предоставил суду мужчина, подтвердил, урагана в этот день не было, лишь небольшой ливень, а ветер не превышал и 14 метров в секунду. Есть приказ МЧС России 2004 года, номер 320, который как раз и классифицирует опасные природные явления. И опасным ветром он считает ветер скоростью свыше 25 метров в секунду. Ветер до 25 метров в секунду не является опасным природным явлением. Ответственность за зеленые насаждения несет собственник земельного участка, на котором расположены данные зеленые насаждения. Поскольку дерево, упавшее на автомобиль пострадавшего, произрастало на территории округа города Улан-Удэ, соответственно, контроль за ним должны были осуществлять городские коммунальные службы. А город остаивает, что это здоровое дерево было. Теперь автовладелец намерен провести экспертизу и обжаловать решение в Верховном суде. Правозащитники говорят, если объединить все доказательства, у пострадавшего есть все шансы выиграть дело. Мы же, в свою очередь, продолжим следить за ситуацией. Кристина Соснина, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Улан-Удэнцам подарят свинью, но не живую, а символическую. Символ года появится на одном из многоэтажных домов к Сагалгану. Световая конструкция обойдется бюджету почти в 200 тысяч рублей, хотя планировали потратить в полтора раза больше. Но деньги сэкономили в ходе торгов. Свинью размером 7 на 7 метров установят на фасаде дома номер 4 по улице Ключевской. Этот символ последний в 12-летнем цикле восточного календаря. Но традицию украшать дома начали в 2010-м с года тигра, а потому не хватает еще символа мыши и быка. Добавлю, что конструкция 2019 года станет одной из самых бюджетных. На лошадь в свое время потратили в 4 раза больше. Дороже стоила и овца. Однако именно после скандала с этим символом траты сократили сразу вдвое. Продолжаем выпуск. Яйцо или буза? Байкал или Германия? 9 или 10? Те, кто следит за актуальным в интернете, легко поймут, о чем речь. Остальным расскажет Никита Коробенков. Сегодня он делал обзор главных трендов сетевого сообщества Бурятии, России и даже мира. Здрасте. Про фотографию куриного яйца слышали? Ну, та, что в Инстаграме побил рекорд по количеству лайков. Так вот, пока пресловутое яйцо шагает, хотя скорее катится по миру, в Бурятии появился свой ответ. Местные любители хайпа велосипед выдумывать не стали, поэтому просто поменяли яйцо на Бузу. Надо сказать, идея повторить успех яйца пришла не в одну голову и не только в Бурятии. По всему миру под фотографиями куриц, листьев салата, чипс призывают кликать на сердечки и бить рекорд 46 миллионов лайков. Получается плохо, редко больше 20 тысяч за несколько суток. К слову, у Бузы более 16 тысяч лайков. Хотя, сейчас может и больше. А теперь доморощенный контент. Юный вундеркинд еще говорить-то плохо, а уже знает, что столица Джибути... Джибути. Столица США. Восинтон. Столица Австралии. Камбила. Столица Болгарии. София. Столица Джибути. Джибути. Хотя, может, он читает хорошо, а за камерой просто суфлер стоит, как у меня. Хотя, даже так все равно вундеркинд он ведь вроде читать-то еще не должен по возрасту. В общем, позвоните Галкину, он что-то там про талантливых детей на федеральном канале сейчас вроде введет. Точно так же что-то слышали, где-то видели Байкал, туристы западной части страны. Вроде как в школе всем вбили, что Байкал самое глубокое озеро в мире. Поэтому, насколько оно глубоко все понимают, а вот насколько велика его площадь, не все. Иркутский гид Наталья Кайгородова наложила рамку озера на карты некоторых стран Европы и мира. Наглядное пособие она разместила на своей странице в Facebook. А побудили ее на это вопросы туристов в западной части России. Совершенно серьезно. Они спрашивали, могут ли они объехать весь Байкал за пару дней на машине. Наши соотечественники оттуда, с запада, вообще люди своеобразные. Зачем-то стали продавать в Москве девяток яиц. Десяток. Девяток. И да, бросились объяснять потом, что это маркетинговый ход. Что это для удобства людей, которым всегда было много, десятка и одно яйцо у них потом валялось. Но было поздно. Если в нашей стране и делают что-то быстро и хорошо, так это мемы. Наслаждайтесь. В продолжении темы наслаждений, видео от нашего земляка в Москве. Почему наслаждений? Ну ведь всем известно, ничто так не радует, как неудача товарища. Такими были новости сети. До скорого. Но вот эти гонки точно будут обсуждать в сети. В Улан-Удэ готовятся к автокроссу профессиональных спортсменов «Лёд-2019». Заезды пройдут на карьере поселка Сужа. Уже в это воскресенье, 20 января, любители быстрой езды из Читы, Братска, Иркутска, Усуля-Сибирского сойдутся на трассе в столице Бурятии. Зрители смогут увидеть заезды в двух классах. Переднеприводных авто с объемом двигателя 1600. На старт также выйдут полноприводные легковые машины с объемом двигателя 3,5 литра. Это зрелищность, супершип на льду. Автомобили с полным приводом 3500, супершип 4,5 мм. Страсть, касание, дрифт. Все это вместе, это не просто любительские соревнования, это профессионалы, которые покажут именно мастерство управления автомобилем на заснеженной скользкой дороге. Эта гонка входит в сибирскую кроссовую серию. Первый ее этап прошел 5 января в Чите, следующий, третий, состоится в Красноярском, Зеленогорске. Всего предстоит 6 этапов. Завершится серия 10 марта большой гонкой в Слюдянке. Отметим, что в Бурятии ледовый автокросс официально не проходил в 2013 году. Побывайте на этом мероприятии, отвлекитесь от телефона. По статистике, почти четверть молодого населения России тратит на смартфон по 4 часа в день. По этому поводу в календаре нетрадиционных праздников даже появился день обожествления гаджета. Могут ли улан-уденцы отказаться от телефона? Ответ на этот вопрос ищем вместе с гостем рубрики. Привет всем, на связи Евгений Чебунин. Сегодня день задабривания телефонного божества. Фух, получилось. Хорошо, что хоть не ночь задабривания. Ну что ж, узнаем у наших граждан, на что они готовы ради связи. Телефонный. На что вы готовы ради того, чтобы вам вернули ваш телефон? Я бы сказала отцу. Что бы вы сказали отцу? Сказала бы папу, мне забрали телефон. Все. И он бы все решил. Я готов 20 раз отжаться прямо вот на камеру. Итак, человек не хочет остаться без связи целый месяц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, вдесять, одинадцать, тринадцать, 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 четырадцать, тринадцать, 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 тринадцать. Все. Дайте я пожму вашу крутую, мощную руку. Все. Спасибо. На что вы готовы? Станцевать, например. Станцевать не смогу. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимою, летом стройная, зеленая была. Ну я приседания бы 10 раз делала. 1, 2, 3, 7, 7, 10, молодец. А я, ради того, чтобы не остаться без связи, готов угнать целый поезд. К слову, Восточный экспресс можно посмотреть и в телефоне. На сайте arigus.tv и на страницах компании в соцсетях. Спасибо, что вы с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова